Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». На территории Челябинского Адегитриевского женского монастыря открыли надгробный памятник известному меценату Петру Перцеву. Перцев был не только купцом, но еще и городским головой и гласным Челябинской городской думы. В народе его также знали как благотворителя, строителя Покровской церкви в центре Челябинска, которую горожане так и называли Перцевской. Панихиду на месте захоронения Петра Перцева отслужил митрополит Челябинский и миасский Никодим. Наверное, для каждого из нас жизнь Петра Ивановича может служить примером. Примером того, как надо отдавать все силы на благо Отечества, а все силы души своей отдавать во славу Церкви. Только так, служа, можно действительно принести благо своей Родине. Петр Перцев родился в 1818 году, был купцом Первой и Второй гильдии. Будучи Челябинским городским головой и депутатом, он много заботился о храмах и монастырях. Был попечителем Челябинского приходского училища, блюстителем Челябинского духовного училища. Финансово помогал духовенству, приобретал церковную утварь. Скончался Перцев в 1890 году и был похоронен в ограде, построенной на его пожертвование Покровской церкви. В 2004 году, во время земляных работ при реконструкции здания областной администрации, могила купца была обнаружена. Останки Перцева были переданы в Краеведческий музей, где они пролежали более 10 лет. Наконец, в прошлом году музей передал останки Челябинской митрополии. Они были захоронены на территории возрожденной Адигитревской обители. Теперь же, по печениям челябинских предпринимателей, на могиле Петра Перцева установлена памятная надгробная плита. На панихиде, приуроченной к этому событию, присутствовали не только духовенство и прихожане храма, всех скорбящих радость, но и предприниматели, и депутаты. Мы открыли памятник человеку уникальному, который в свое время был не только чиновником, государственным деятелем, но он был большим меценатом и благотворителем. И, будучи купцом, имея значительные доходы, он делился своим богатством для того, чтобы укреплять веру. Если одна простая, непреложная истина, если люди не помнят свои истории и не помнят свои корни, то они не имеют будущего. Это человек, который одновременно был и купцом, то есть предпринимателем, человек, который одновременно был представителем власти, то есть был городским головой Челябинска, и человек, который был большим меценатом, который помогал вот этому вот Адигитриевскому монастырю, на территории которого сегодня захоронен его прах, и где мы сегодня находимся. И каждый человек, который сегодня был на этом мероприятии, наверное, задумается о том, что же нужно сделать на этой земле, чтобы и 130 лет спустя после твоего ухода люди о тебе вспоминали с теплотой, добротой, люди разных поколений, разных конфессий. Петр Иванович Перцев показывает нам образ человека, который трудится на благо этого города, вкладывает свои силы в то, чтобы этот город развивался, и при этом заботится о том, чтобы этот город украшался храмами. Пример купца Перцева особенно актуален сегодня, когда в Челябинске полным ходом идет строительство Кафедрального Христорождественского собора. Собор строится всем миром, и предприниматели региона имеют хорошую возможность внести свой вклад в это благое дело, показать себя достойными продолжателями традиций отеческого благочестия. А сейчас на ваши вопросы ответит Владыка Никодим, митрополит Челябинский и Миасский. Прямая обязанность родителей – заботиться о будущем своих детей на самых разных этапах их возрастания. В глубоком детстве родительские заботы и любовь воспринимаются ребенком естественно, с ответной любовью и благодарностью. Однако в отроческом возрасте многое меняется. Ребенок начинает проявлять большую самостоятельность, строить собственные планы на будущую жизнь. И не всегда эти планы совпадают с родительскими. В такой ситуации особенно важно сохранить взаимное доверие и гармонию в отношениях. Со стороны родителей, например, не навязывать ребенку своего представления о его будущем. Постараться убедить, привести аргументы, показать привлекательные стороны. Но не навязывать. Понятно желание некоторых православных мам видеть своих сыновей священнослужителями. Но это как раз тот случай, когда нужно внимательнейшим образом исследовать вопрос, есть ли на то воля Божия. И, конечно же, прислушаться к мнению самого сына. Постараться понять, куда склоняется его сердце. Самое главное, это чтобы сам сын этой женщины желал быть священником. Нельзя насильно заставить человека взять тяжкий крест самоотверженного слушания Богу, если он сам этого не хочет. Если это молодой человек, ну, можем сказать, лет 13, 15, 18, то, конечно же, прежде всего, этому молодому человеку надо ходить в храм. Если он не ходит в храм, тогда невозможно поднять вопрос о том, чтобы он в дальнейшем служил в церкви. Надо, чтобы человек пожил жизнью церкви. И сам решил, готов он это сделать или нет. В Челябинске существует начальный этап такого духовного обучения. Это Челябинское духовное училище. Обучение длится два года. Молодой человек за эти два года получает необходимые богословские знания и может быть рукоположен сам диаконам. Для того, чтобы человек был рукоположен сам иерея, ему же надо проходить непосредственно семинарское обучение. Рядом с городом Челябинском есть множество духовных семинарий. Есть такие, как, например, духовное семинарие в городе Тобольске, которое имеет многовековую историю. Духовное семинарие в городе Екатеринбурге. Духовное семинарие в Оренбурге. Выбор есть. Вот по окончании духовного, духовной семинарии, человек уже может принять иерейский сан. Вопрос призвания чрезвычайно важен для любого человека. На это указывает и евангельская притча о талантах. Дар Божий человек должен в себе развить. Зато, насколько он в этом преуспел, ему предстоит дать ответ перед Творцом. Правда, надо еще суметь правильно понять, определить свой талант. Кто-то хорошо рисует, кто-то неплохо пишет, а кто-то и музыку пытается сочинять. Но только ли в сфере искусств и художеств может и должен проявить себя человек? У каждого человека есть свои таланты. Они разные. Разные их степени. Может быть, у человека был не столь яркий талант писателя. Но, может быть, он будет усердным молитвенником. Может быть, он станет прекрасным отцом, хорошим дедушкой, просто добрым человеком, которого будут любить все окружающие люди. Ведь можно и в этом деле приобрести благодать Божию. Главное, чтобы человек был хорошим, достойным, крепко верующим. А остальное все приложится. Остальное будет следствием его веры. И если он увидит, что одно из дел его веры может быть написание каких-либо текстов, раскрывающим людям такие понятия, как нравственность, благочестие, тогда пускай попробует вновь писать какие-либо материалы. Если не получается, пускай молится, пускай с любовью относятся к каждому человеку, видя в нем грядущего спасителя. Летом православная молодежь, выйдя на каникулы, имеет значительно больше свободного времени для помощи на приходах. Многие при этом хотели бы поработать на главной православной стройке метрополии в строительстве Христорождественского кафедрального собора в Челябинске. Желания хорошие, но спешить тут не стоит. Сейчас идет строительный этап, который требует работы именно специалистов. Надо понимать, что должны сейчас работать профессионалы. Просто пустить молодежь сейчас, у нас проходил субботник, но на стройке всегда есть определенные опасности. Пускай сейчас этим делом занимаются специалисты, а вот помощь людей, конечно, потребуется, когда будет построено непосредственно здание храма, когда будет вестись уже отделка. Тогда мы позовем людей на помощь, чтобы они могли потрудиться и вокруг храма, и внутри храма. То есть тогда, когда не будет какой-то такой определенной опасности. Многие верующие спрашивают, как узнать, чем живут сегодня челябинские монастыри. В ответ на это владыка Никодим советует посетите эти монастыри, помолитесь там, и многие ваши вопросы разрешатся. Для того, чтобы получить информацию о жизни монастырей, мы говорим теперь монастырей, потому что у нас в Челябинске существовал женский монастырь, а теперь появился и мужской, по благословению Свящего Патриарха и решениям Священного Синода. Для того, чтобы узнать, как живут эти монастыри, можно просто приехать и прийти в монастырь помолиться. Мужской монастырь сейчас у нас находится в стадии организации. Есть игумен, есть несколько человек-братьев, пока они занимаются тем, что усердно служат, проповедуют Слово Божие, окормляют близлежащие дома, больницу. Женский монастырь также трудится в деле совершения богослужения и как раз во многом женский монастырь прикладывает усилия для того, чтобы работать с теми женщинами, у которых появляется сомнение в том, чтобы сохранить ребенка, осуществляют поддержку, осуществляют такую помощь, что и словом подсказать что-то такое тоже важное дело. Проходя, либо проезжая мимо храма, верующие обычно стараются перекреститься на храм. Этот благочестивый обычай не просто дань традиции, он имеет особое духовное измерение. Таким образом, человек восстанавливает связь с Богом, который зачастую теряется в мирской суете. Ведь храм это дом Божий, место, где благодать Божия проявляет себя особым образом, в том числе в православных таинствах. Многие, правда, не крестятся, объясняя это неудобством, тем, что окружающие могут не понять. Но даже сам вопрос показывает, что совесть этого человека в определенной мере его влечает. Вы думаете не о том, как на вас будут смотреть окружающие люди, а думаете о том, как вы сами к себе будете в этот момент относиться. И если вы понимаете, что совесть вам говорит, что надо было перекреститься, то лучше в следующий раз перекреститься. По крайней мере, хуже от этого никогда не будет. А вот благодать человеку будет за этот определенный подвиг веры. А может быть, кто-то в автобусе или в трамвае, увидев, как вы креститесь на тот храм, который виден издали, задумается о вере, задумается о том, что, может быть, и ему надо прийти в храм и тоже научиться верить в Бога, принять Бога в свое сердце. Как относится церковь к тому, что верующий человек может сильно привязаться к домашнему питомцу, собаке или кошке? И вообще, полезна ли нам сильная привязанность к нашим близким, например? Глубокая привязанность наверное, ни к чему в этом мире не должна быть. да, мы любим своих родителей, и когда с ними что-то происходит, для нас трагедия. Мы любим своих близких, когда что-то с ними происходит, для нас трагедия. Мы любим порой животных, и кто-то привязывается настолько сильно, что вот даже не может работать, когда что-то случилось с его животным. Это вот уже неверно. мы должны любить людей, но осознавать, что жизнь, начавшись в этом мире, никогда не заканчивается. И наверное, конечно, с определенным горем ну что ж, расстались, молиться за близких своих, осознавая, что все равно мы с ними встретимся. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова